Всем привет! Вы на канале Cutman Boxing. Я Виктор Тихановский, а это мой ученик Даня. Да, здравствуйте. Сегодня мы будем разбирать еще один способ тейпирования, в котором мы будем применять сэндвич. Еще это называют двойное тейпирование, которое на самом деле не разрешено, но используется фактически везде, где не следят за тейпированием. Бинн 15 метров, надрезаем для большого пальца и наносим первый слой. Прям самый минимум, можно было бы и на голую руку, так было бы еще жестче, но это будет прям совсем злостным нарушением правил, поэтому мы так не будем делать. Чуть-чуть, буквально один слой, два слоя. Вот так. Сюда и здесь отрезаем. Вместо бинта можно использовать для этого способа подтейпник. Подтейпник у меня нету, поэтому мы используем просто бинт. И поехали сразу. Закрепляем. Кулак сжимай. Вот такими полутурами полностью не оборачиваю. Угу. Нормально, не туго? Да, нормально. Оп. Зажми, зажми кулак. Вот так. Вот так. Сэндвич применяется обычно, если рука повреждена у соперником в разных местах, у нас большая проблема, как у боксеров, так и у любых других ударников. И что у нас больше повреждено, допустим, мы растянули вот эту часть или у нас перелом был каких-то фаланговых костей, то мы укрепляем больше всего, прям как можно больше туда тейпа. Если у нас цель просто усилить кулак, то мы равномерно распределяем тейп по всей поверхности. Зажми, зажми лучше кулак. По всей поверхности. Держим. Не туго? Да, не туго. Вот так. Берем бинт и теперь прям поверх тейпа все это заматываем. Аккуратненько так, чтобы тоже не стянуть. И здесь уже должен быть достаточно большой слой. Сегодня мы нарушим сразу два правила. Оттопыривай большой палец. Сегодня мы сделаем двойное тейпирование. Зажимай кулак. И сделаем подушку и тейп из разных материалов. Обычно тоже за этим смотрят. И обязательно нужно из того же бинта, с которого вы мотаете, делать и подушку. Раскрой. Не туго? Все нормально? Здорово, пока. Хорошо. Если что, говори. Значит, потом придется все переделать. Раскрывай. Сейчас пальцы раскрою по максимуму. Вот так. Вот сюда побольше можно намотать, чтобы помягче была подушка. Держи. Держи бинт. Это раскрыть. Мы сегодня делаем достаточно большую подушку. Подушку сделаем из марговых салфеток. Я беру две салфетки и накладываю сюда на эту часть. Складываю пополам. Мы не делаем скрутку. Мы попробуем сегодня более простым путем пойти. Зажимай кулак. Раскрывай. И вот так сюда. Фиксируем. Хорошо подушку. Зажимай кулак. Вот это все. Прижимая большим пальцем. Скатываем. Чтобы ничего не мешалось. Раскрывай. Сейчас, стой. Сжимай. Порядочек. Да, да. Раскрывай. 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 Эти уголки, чтобы не торчали, мы их таким образом будем немножко закруглять. Зажимай кулак Зажимай кулак Вот так Раскрывай Не перетянуто? Раскрой Раскрой Вот так Подожди, подожди Подушка обязательно должна быть хорошо закреплена Зажимай кулак Большой палец Зажимай И бинт сюда уже добиваем до конца Закрепим Сейчас Опа Переворачиваю Скатываем аккуратно все внутри Пальцы вместе Сейчас Пальцы вместе Вот здесь не стянули тебя, смотри Зажимай Здесь кулак Нормально Вот так С подушкой мощная получилась Вообще сегодня тейп Для проблемной руки С которым будет очень сложно руку повредить Даже если вы очень захотите Начинаем поверху наносить тейп Сейчас кулак закрытый, держи Здесь уже полностью оборачиваем Сильно 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 Пока не тянем Все аккуратненько Лучше Чуть-чуть Чуть слабее сделать Как бы не дотянуть тейп Чем перетянуть его А особенно если Перетянуть его На начальном этапе Ты уже ничего не отлепишь Ничего не исправишь Только переделывать тейп Зажимай Удобно? Нормально Сжимай Кресты как обычно здесь делаем Делаем их столько Сколько необходимо Допустим Сегодня будет у нас Два И мы сегодня сделаем Межпальцевые полоски Прям с тейпа С этого, с большого Мы не будем использовать Межпальцевые полоски Один, двадцать пять миллиметров Мы сегодня используем Два с половиной Смотрите Наклеили И скручиваем его Скручиваем его в одну сторону Я делаю примерно 10 оборотов На каждую полоску Вы можете делать Больше, меньше Кому как удобно Вообще Не очень этот способ люблю Ну просто Вам для разнообразия Чтобы вы тоже знали Что так делать можно Переворачивай Зажимай кулак Прижимаем подушку Пальцем И стягиваем Проверь Между пальцами не режь Отлично Закрепили И дальше идем Переворачиваем 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 Вот здесь рядышком Наклеили Заправили Скрутили Скрутили Переворачиваем 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 Супер Кулак Переворачиваем Переворачиваем Тянем Здесь стягиваем Видите Сразу Как она Смялась Оп Вот так Я думаю Ты уже чувствуешь Что у тебя Достаточно жесткий Тейп Да А то надо Еще же Конец А Конец Нет Это еще не конец Мы с тобой его Еще усилим Так Чуть-чуть Да Вот так Начнем С большого пальца Оп Кто-то не придает Значения Этим продольным Полоскам Я считаю Что их нужно делать Обязательно На любом Тейпе Что для бокса Что для ММА По-моему Они Очень хорошо Усиливают защиту Зажми кулак Сейчас Накладывайте их Так Чтобы у вас Ход был В половину Тейпа Примерно Держим Вообще Когда Работаешь На соревнованиях Я вижу Что Многие Используют Этот способ Просто потому Что За этим Никто не следит Я например Точнее знаю Что Если я буду Работать В команде Бойца Какого-то То Я скажу Чтобы Прямо Шли Смотрели Как Тейпируют Соперника Потому что Нельзя так делать По всем Версиям Двойной Тейпирую Не запрещено Ну Если не смотреть То Можно делать Класс Так Закрываем Все сверху Держи Держи руку Так Я сейчас Подтяну Немножко Чувствую Хорошо Сейчас Прямо Жестко Жестко Усиливаю Самое главное Не перестараться На этом этапе Нормально Все Вроде Хорошо 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 Вот так Это будет Третий Осталось Совсем Чуть Держи Еще Усиливаем Сверху Прижали Стянули Оторвали Прижали Стянули Оторвали Еще Для чего я показываю этот способ Не для того Чтобы сейчас все весело Побежали делать Своим бойцам Это двойное Тейпирование А для того Чтобы Все знали Что Как бы Есть такая штучка Которая Запрещена И что Тренера должны О них знать Тоже Переворачивай Потому что Некоторые Просто не знают Ну там Что-то делает Что-то мотает Ну и ладно Вроде Гвозди Туда не кладет С болтами И хорошо А на самом деле Такой способ Он очень сильно Сжимает кулак Очень сильно Усиливает руку Тавтология Конечно Но Так и есть Оп Ну как Ты чувствуешь Что можешь Стену проломить Чувствую Какую-нибудь Перчатку Какую-нибудь Перчатку Вот Наш тейп готов Очень-очень Жесткий Тейп Всем спасибо За просмотр Да Обязательно Ставьте лайки Пишите комментарии Ставьте колокольчик И Подписывайтесь На наш канал Между прочим У нас есть Инстаграм И еще Телеграм Канал На них тоже Стоит подписаться Мы периодически Там появляемся И Всем пока Пока